Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас распаковка Seasons Greetings за BTS. Мне кажется, что я последний человек на этой земле, который получил свой предзаказанный Seasons Greetings. Но в этом есть определенные преимущества. Я уже практически не помню, что там внутри. Поэтому я вся в предвкушении. Так что давайте распаковывать. Давайте пока отложим на стенный календарь. И начнем с самого критинга. Спереди у нас красивая фотография ребят. И с задней стороны BTS Seasons Greetings 2021 год и имена ребят. BTS сделали в этот раз очень интересную упаковку, которая выглядит как проигрыватель для пластинок. Мне очень нравится эта идея. В целом мне нравится их ретро-концепт, который напоминает мне их образы из динамита, естественно. И очень рада, что они с этим образами сделали мерч. Но по порядку, я думаю, как все лежит. Здесь у нас ими-постеры. Общая фотография ребят. И круглые постеры, сделанные под пластинки. Образ Чимина, конечно, в этом концепте несколько забавен. Я, мне кажется, давно так не смеялась над образом бантан. Но в этом что-то есть. Не знаю. Мне он очень веселит. И в целом нравится. Чимин мой бяс в BTS, поэтому... Прости моему косынку. Нам Джун. Юн Ки. Джин. Не знаю, почему Хобби так сурово на нас смотрит. Но да. Это, конечно, очень интересный концепт. Мне очень нравится образ Тахиона. Его образ и в динамите, и этот цвет волос. Мне кажется, ему очень сильно подходит. Итак. Я думаю, что давайте я отставлю коробку в сторону. И буду доставать контент по одному. Первый у нас настольный календарь. Мне нравится очень концепт сизы с гритинзов. Я постараюсь всегда по максимуму использовать все, что идет в наборах. Это интересный ход. То, что в этот раз бантаны сделали две части календаря. То есть можно выбирать, какая именно фотография на какой месяц идет. Я думаю, что мы сначала давайте посмотрим эту сторону, а потом вторую. Я думаю, что можно немного приблизить. Эти образы мне нравятся намного больше, чем ретро-костюмы. Да, чем вот эти. Но в целом мне очень нравятся все образы из данного сизы с гритинга. Я с удовольствием уже с нетерпением жду, когда смогу поставить данный календарь и использовать его по назначению. Здесь у нас просто месяца. И я думаю, что у нас, как обычно, да, отмечены дни рождения мемберов. Но в целом я думаю, что здесь ничего, да, сильно интересного. Так, давайте теперь посмотрим фотографии с другой стороны. Здесь у нас Чимин Чонгук. О, очень красивая фотография, мне так нравится. Нам Джун еще выкладывал эти фото на день рождения Джина. Очень красиво. Юн Ги в этом образе выглядит просто как косплей на Джей Хоупа. Очень классные фотографии. Но я не уверена, что мне стоило давать право выбора. До этого было заранее известно, какая фотография, на каком месяце будет соответствовать. А сейчас я чувствую, я буду испытывать муки выбора. Ну или так и буду идти по очереди в хронологическом порядке. Следующий у нас фотобук, который выглядит как небольшой журнальчик. Очень милый концерт. Мне очень нравятся шляпки и обработка фотографий. Такая светлая и теплая, летняя. Смотреть на такие фотографии в такую ужасную погоду, как сейчас, конечно, отдельное вид удовольствия. Очень хочется, чтобы поскорее пришла весна. И можно было так же гулять и наслаждаться солнышком. Ну, Юнгит точно выглядит как косплей на хобби. Не знаю. Он явно вдохновлялся. Я не могу спокойно смотреть на эти фотографии. Я знаю, что Чимин вдохновлялся коллекцией, по-моему, Диор. С этими косыночками. Но выглядит так, как будто по резонским гопникам из 90-х. О, очень красивая фотография Тахиона. Мне очень нравится. Чунгук в последнее время просто перекрашивается раз в неделю. Давно такого не было. Не знаю, может быть, он все-таки готовит микстейк, поснимает к нему контент. Очень интересно, очень интересно. И он так активен на прямых эфирах. Мне кажется, что это неспроста. Да, Чимин и Сачок. В чем проблема нормальная одевать обувь? Я не знаю, почему они все стаптывают задники своих красавок. Это очень интересный выбор носков. Какая прелесть. Сангин. Очень красивый фотобук. Мне очень нравится. Дальше у нас идет девятий, как я понимаю. Который тоже стилизован под пластинку. Следующий планер. На самом деле, это то, чего я ждала больше всего. Я очень хотела... Да, я тот самый человек, который использует планеры. И я очень ждала его, чтобы использовать его на этот год. Но в итоге так и не дождалась. И завела сама новый. Здесь у нас, получается, идут развороты по месяцам. Дальше некоторые пожелания мембров, как я понимаю. И дальше развороты по неделям. Это, в принципе, тот формат, который я использую сама. И я очень была рада, когда бантаны сделали планер именно в таком формате. Но, видимо, я не буду использовать его на этот год уже. Не знаю. Возможно, оставлю на следующий. Будет зависеть от того, что они придумают в следующем году. Здесь у нас несколько пустых страниц. И еще немножко фотографий. Он очень приятный на ощупь. И мне нравится, как оформленная обложка. То, что он достаточно маконичная, простая. Очень жаль, что он не пришел чуть раньше. Так, дальше у нас... Я так понимаю, что, наверное, это ID фото. А, нет, наверное, это... Наверное, это полароиды, да. Полароиды, которые нам Бикит предлагает украшать с наклеечками. Юнгит, Нжин, Хобби, Тимин, Тэхён и Чангук. И также для полароидов у нас идет вот такой вот карт-холдер. Куда мы можем вставить полароиды. И носить с собой, я так понимаю. Прикольно. Дальше у нас идут наклейки. Они очень приятные, матовые. Мне нравится. И наклеечки, которыми мы можем украсить наши полароиды. Также отдельно для каждого мембера стилизованные. Кьют! Ахтен у нас кул. А Чангук бээээби. Дальше у нас идет скотч, на открытие которого, мне кажется, я сейчас потратила минут 15. У меня почему-то упаковка совсем не хотела открываться И давайте посмотрим У нас здесь получается вот такая картинка Вот такая И дальше идут именно мембара И я думаю, что да, и вот это последнее Так, и получится ли у меня аккуратно замотать это все обратно Небольшой конвертик, вот как раз-таки, наверное, с ID-фото В этом году они сделали ID-фото двухсторонними Хомби Я даже не знаю, какая сторона мне нравится больше Но это прикольная идея Хотя в целом я не очень понимаю Ой, прости, Юнги Концепт ID-фото в гритингзах всех групп Но почему-то все очень... Ой, да что ж такое Почему я вас роняю? Извините И Чангук Так, и на самое дно мне положили рандомное фото Я видела, что у многих он лежал прямо сверху Но мне решили сделать сюрприз Давайте посмотрим И Техен Я, в принципе, не удивлена Техен, наверное Техен давно мне не попадался Но, вообще, он очень любит мне попадаться Поэтому Это весьма неудивительно Напоследок у нас остался настенный календарь Я не уверена, что мне получится его хорошо показать Нет, он абсолютно однозначно Без шансов не влезет ко мне в кадр Но Давайте Я попробую немного Показать фотографии Получается, у нас идет большая фотография И внизу очень маленький календарь Ну, конечно, с практической точки зрения не очень удобно Но, зато я очень большие и красивые фотографии Показать фотографии И так, на этом у меня с ней сегодня все. Спасибо, что посмотрели данное видео и увидимся в следующем. Пока-пока!